Всем привет! Давайте расскажу один прикол, короче, что делал я обзорчик торрентов, решил сделать, посмотреть, что с торрентами творится в нынешнее время. Наткнулся тот факт, что все они показывают дичайшую рекламу, дичайшая выскакивает реклама при каждом клике, где ее нужно закрывать, открывать, купи, 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 премиум подписку. И другая реклама, баннерная, естественно. И тот момент, что они уже есть веб-торренты, которые могут воспроизводить видео, есть клиентские торренты, которые устанавливаются на компьютере и не могут воспроизводить видео в клиенте. То есть нюансов много. В итоге один вывод, хочешь нормальный торрент, плати подписку 10-20 баксов, есть и 100 годовая подписка баксов и чувствуй себя нормально. И в итоге я решил открыть Microsoft Store и наткнулся на старый добрый торрент RT-Free. Честно сказать, я думал, его уже нет. Наверное, самая первая программа, которая появилась в Microsoft Store, но разработчик не задвинул на нее, и спасибо ему за это. Значит, переходите в Microsoft Store, пишите торрент RT-Free вот здесь, и скачиваете программу, устанавливаете и не знаете бед. Давайте я начну сразу с минусов, что с этой программой, а потом расскажу, какие бесплатные функции она имеет, те, которые доступны в премиум-подписке у торрента, бит-торрента и всякого шлака остального. Значит, смотрим. Начнем с плохих моментов. Значит, что здесь такого не так и непривычно. Здесь нету регулировать по отдельности торрент пропускную способность. То есть я не могу сделать, чтобы запуск от файла шла вот сейчас, например, 300 килобитц, следующего 300 килобитц, следующего 500. Здесь пропускная способность, да, здесь она назначается общей, то есть я включаю 300, и все торренты будут по 300. Ну или делиться там уже, раскидываться, если 10, то 300 будет делиться на 10 торрент файлов, и поскольку лоббитц будет скачиваться. Ну, вроде так. Также, что мне еще не понравилось в этой версии, то, что она не сворачивается. То есть она не работает в фоновом режиме. Я нажму крестик, программа не свернется. Можно сворачивать, и, ну, я думаю, это такой себе так момент. Значит, из плюсов. Значит, все торренты для Windows нету, не имеют поиска по трекеру. Чтобы был поиск по трекеру, нужно установить еще дополнительный в торрент плагин какой-то, который работает через поиск Google или Bing. Ну, нифига мне это надо, я могу браузер открыть уже и быстренько загуглить, зачем еще делать. А здесь же 250 трекеров на разных языках и есть категории. То есть, смотрите, выбираем, что нам нужно. Английский, русский. Ну, естественно, русский, потому что вы любите играть в игры, и надо, чтобы перевод был на русском. Значит, ну, хватит. То есть, пишем какую-либо игру, и сразу будет искаться. То есть, своего рода, как MediJet, только MediJet я не рекомендую, так как он вот к себе запринговал со своей безопасностью, своими вирусами и все остальное. То есть, понятно, что на рутер-инфо вирусов не будет, тех, кто качает рыбаки. Ну, естественно, они там будут, может, не будут. Конечно, вопрос так себе. Никто в этом сидеть, разбираться не будет, там ковырять эту игру месяцами и смотреть, если там вирус. Значит, вот GTA 5, есть пиры, сиды, размер, опубликовано 9 дней назад. Все, все, все сделано для людей. Это нету в обычных торрентах. Также, премиум подписка или веб-браузер торрент, который здесь все работает по-другому. Например, вот скачивается фильм, нажимаем дополнительные информации. А также есть приоритет загрузок. То есть, мы видим, что это сериальчик какой-то и можно задать приоритет загрузок. Например, первую серию сделать, первую, вторую, третью серию сделать нормальный. Остальные сделать ненормальные. То есть, высокий приоритет. Это с любыми файлами. Даже вы, когда будете скачивать игру, все большие файлы будут поддельны, если они там в торренте подделят. И там будет это все поддельно. То есть, к примеру, мы захотели посмотреть фильм, нажимаем стриминг. То есть, нужно, чтобы какой-то процент дошел до 5% хотя бы, чтобы чуть-чуть загрузилось. То есть, мы можем скачивать и одновременно смотреть фильм. Без всякого лишнего премиум подписки, чего-либо еще. Да, тут нету встроенного VPN и всего остального. Но, я думаю, кому он нужен встроенный VPN и кто его вообще покупает в подписках в торренте. Те люди скачивают пиратские игры, чтобы не покупать. И торрент предлагает, купите торрент. Да люди сами скачают этот же торрент на торренте. Все, всем пока. Пользуйтесь на здоровье. До новых встреч! Продолжение следует...